Это соус, салатная закравка с маслом, горчицей, медом, сольным соусом. А еще свежая зелень, овощи и несколько видов мяса. Все это легким движением рук может стать основой для будущего авторского салата. Приготовление холодного блюда школьников никак не ограничивают. Скорее наоборот, предоставляют простор для фантазии и воображения. Ведь порой изысканные кулинарные шедевры – это плод самых смелых экспериментов. Постоянно идет поток фантазии, как у художника. Мы постоянно придумываем какие-то новые блюда, чтобы показать их студентам, чтобы заинтересовать их. Постоянно пробуем новые соусы, сочетаемость, подача. И вот это очень нам нравится. Ингредиенты, скорее всего, подбирались с калорийностью и пользой именно для детского питания, чтобы они собрали. В принципе, все продукты были между собой сочетаемы. Был соленый огурец, и было интересно посмотреть, использует ли его кто-то для своих салатов. И, как показала практика, даже те, кто почти никогда не готовил, с удовольствием примеряют на себя профессию повара холодного цеха. Из предложенных ингредиентов ученики-стажеры создают новые интерпретации винегрета, зимнего салата и даже цезаря. Тут ингредиенты, как горох, кукуруза, морковка, свекла, огурец, мясо. Давали подсказки, что нужно добавить морковку и добавить соус, и соевого соуса, и подсолнечного масла. Также давали то, что кукуруза с горохом вкусно сочетается. Пока в холодном цехе начинается дегустация, в другой мастерской подрумянивается тесто. Здесь участники профессиональных проб знакомятся с обязанностями повара-кондитера. Во время мастер-класса школьники готовят пахлаву. Для этого сначала раскатывают тесто, затем смазывают его белком, добавляют мак. И финальный штрих – это сахар с корицей. Его тоже насыпают тонким слоем. После чего все это сворачивается и отправляется в печь. В профориентационном проекте «Билет в будущее» Севастопольский колледж сервиса и торговли участвует впервые. Но, несмотря на это, подобные мастер-классы в стенах учебного заведения – добрая традиция. Конечно, это ранее профессиональное ориентирование, понимаете, мы можем много и долго говорить теоретически о чем-то, о каком-то виде деятельности. Но когда у ребят есть возможность попробовать руками что-то делать, попробовать себя в профессии в этой, есть ли какой-то отзыв, откликается ли это в их душе. Потому что те профессии, которым готовим мы, это профессии добра, это профессии обслуживания людей. У нас у колледжа есть такой девиз – учись достойно служить людям. То есть мы хотим не просто приготовить пищу, мы хотим доставить удовольствие, чтобы это было красиво, полезно. Ну и, конечно же, чтобы дети могли самореализоваться в этих профессиях. Практические пробы в нашем городе продлятся до конца ноября. За это время больше двух с половиной тысяч севастопольских школьников получат свой билет в будущее. Владислав Ивенин, Деливер Меджитов, Новости Севастополя.